Привет, мои дорогие друзья! Знаете, про это интервью я узнал из твиттера. В твиттере написала одна девушка, и она написала синопсис к этому интервью. Я его почитал и подумал, наверное, такого не может быть. И решил проверить. С этим у меня вышли сложности, но буквально минут на 10. В чем фишка? На телевидении, муниципальном телевидении, вышло интервью человека, который находился в украинском плену, российского военнослужащего. И он там рассказал про ужасы плена. Вот эта организация называется Лабытнаги ТВ, муниципальное автономное учреждение. А вот это интервью с участником специальной военной операции. Он поступил на военную службу по контракту, попал в плен, освобожден в ноябре. Интервью с героем. Но если мы перейдем на страницу, оно, видите, отображается в соцсетях. А так вообще на странице там уже этого нет. Это интервью с героем почему-то удалено. Ну и там рассказывается, что у нас тоже есть герои и так далее. Давайте посмотрим. Вместе с вами посмотрим это интервью. Время рождает своих героев. Одним из таких можно назвать Михаила Радыгина. И вот, собственно, сам Михаил рассказывает, что его папа сотрудник органов МВД. И поэтому его и самого отправили тоже учиться. Ну, это тоже было его желание. Короче, он правоохранитель. В МВД. То есть, подполковник. Поэтому отправили меня учиться. Ну, как бы, это и мое было желание, в принципе. В общем, то есть, отправили его. И он учился, учился. А потом думает, поеду-ка я в Украину. По контракту. Потому что там до пенсии остается всего ничего. Просто сделали предложение, что вот можно сходить по контракту. Там до Нового года 4 месяца. Вот. У меня просто остался там кусочек до пенсии добить. Я вот только из-за этого, в принципе, пошел. Как оно? Выражаясь языком героя. Ну, то есть, мы видим уже серьезную мотивацию человека, который едет воевать в Украину. Добить немножечко до пенсии. Почему бы и не поехать? Ну, он говорит, ну, съезжу. Так-то. Ну, и все, думаю, схожу. Ничего страшного-то. Ну, схожу, а что там страшного? На войну оно же обычно, как и не страшно. Ну, если по телевизору. Смотрите, представлять это вот так вот. Смотрите, я не имею никаких претензий к этому герою, а также к телеканалу, который решил выдать его прямую речь. Ну, просто то, что он там расскажет. Ну, в общем, потом давайте поговорим. Смотрите, он отправился туда, его назначили тыловиком. Рыть окопы, таскать тяжести. Задача стояла тыловая, так скажем. Чтоб не сдаваться в подробности, то есть, что в тылу будем. Это вторая линия обороны. То есть, вот как раз окопы, ящики, вот это все. То есть, там какие-то там струи эти. Разгружать там материалы, то есть, там будут подвозить. Ну, и они и планировали, так сказать, тяжести, рыть окопы, там, красить, может быть, заборы и так далее. Но их берут и отправляют в эту область. В эту область. Это в Харьковскую область. И да, как раз таки в канун Великого Исхода из Харьковской области. Больше была, упор был на это, что мы будем заниматься, то есть, больше в тылу. Но потом оказалась, то есть, вот такая ситуация, то что нас отправили резко в эту область, Харьковскую. Пошло наступление, и все разбежались. Потому что там шли регулярные войска, а здесь были тыловики. Это нам рассказывают, о чем вам это говорит. Мне это лично четко свидетельствует о хорошей организации и организованном отступлении. Вообще-то, вы знаете, если бы это было чем-то нехорошим, то, скорее всего, Шойгу пинком под зад уже улетел бы, мягко говоря, в корзину истории. В мусорную корзину истории. Ну и, конечно же, те герои, которые этим всем планированием занимались. Но ввиду того, что никто не сидит, значит, вот это вот нормально же, наверное. Пошло наступление, то есть, пошли войска, то есть, с той стороны. Вот. Там регулярные войска ихние. А здесь, то есть, мы тыловики. Но не военные, то есть, там военных-то, честно говоря. По пальцам пересчитать, то есть, кто. Ну, я думаю, что этот военнослужащий вооруженных сил Российской Федерации, контрактник, наверное, не рассчитывал на то, что сходить в Украину будет заключаться вот в таком вот бегстве. Все просто вот так разбежались, то есть, кто куда. И все. И потом уже группами вот так собирались. А после ранения, то есть, я не знаю, как бы, нас просто в подвал спустили, там, возле дома. Возле каждого дома подвальчики небольшие у них там. Ну, и в этом подвальчике с соленьями, они, а он уже был раненый, я так понимаю, на тот момент, ожидали, когда за ними кто-то приедет. И за ними приехал танк забрать их. Нас приехал танк забирать. Вот. Сели на танк, то есть, там, человек 15-20, то есть, там. Ну, и все. То есть, прилетает снаряд от миномета. Прямо вот под ноги. Вот нога, лицо там. Танк после этого, насколько я могу понять, просто уехал, и они остались ранеными. И начали перематывать друг друга. А трое у нас было. Оставили там. Третий. Третьего ноги перебило. Остальные, как бы, вот, еще не успели залезть на сам танк. То есть. Которые были тяжелые люди, то есть, ну, тоже там, как могли, перематывали. То есть, там, ноги, вот так вот, там, руки, там, у кого. Ранения были не только там в лицо, не только были перебиты ноги, но у кого-то еще было оторвано что-то. Ну, то есть, там были серьезные ранения, и вот эти люди с серьезными ранениями оставляются там, выживай, как можешь. Такие уж прямо, не знаю, там, ну, кого еще оторвано, то есть, там, у многих была истерика, что начинали бегать, просто там, стрелять в воздух. Вот. Он не знает, то есть, что делать, куда, то есть, вот. За неимением возможности покинуть эту местность, они просто сидели где-то в какой-то лесополосе. Сидели, сидели, без какого-либо плана, без связи, без помощи. Появились украинские войска, их взяли в плен. Потому что будет зачистка когда-то, то есть, вы уже оттуда живы, точно не вылезете. То есть, там идут буквально там лесополоса, вот дерево, мы здесь пересидели, там, под дождем. Начали выходить уже, тут только начало светать, и они тут вот с кустов прямо раз. Далее он начинает рассказывать то, что, я думаю, с удовольствием могло бы быть использовано, конечно же, украинской пропагандой. То есть, он рассказывает, что те, кто их захватывает в плен, их не били. Должен заметить, что, когда я публиковал видео с шахтерами, которые стали волей судьбы, да, военнослужащими, и которых брали в плен военнослужащие ВСО, они рассказывали то же самое. Те, которые их брали в плен, их не били. А уже потом, когда их передавали, этого потом тоже передадут. В голову, то есть, а тут уже никуда не денешься. Не били, ничего, то есть, нормальное отношение было. То есть, было нормальное отношение, потом их возили, возили по области. Ну, регулярных войск, то есть, которые вот у нас в плен взяли. Они катали там недалеко, везде вот по области, по Харьковской. Потом отдали правому сектору. Отдали правому сектору, правый сектор уже их били и насмехались над ними, над ними смеялись. Ну, там уже с теми был не то, что разговор, то есть, они с нами разговаривали по-другому. То есть, они ничего не спрашивали, они просто, то есть, ну, били да и все. То есть, там, ну и там смеялись. Весело им было. Далее, рассказ уже про Харьковское СИЗО. То есть, когда их доставили в Харьковское СИЗО, следует из его речи, им зачитали о том, что они теперь официально являются военнопленными. Для чего засчитывается такой текст? Для того, чтобы человек, который является военнопленным, понял, что он уже находится под действием Женевской конвенции. Это рассказываю? Не я. Это рассказывает российский муниципальный телеканал. А на нем человек, который лично это пережил. Причем, что они это не подавали, как посмотрите, как нормальное отношение было там в плену. Они это подавали, вот герой наш вернулся. В Харькове СИЗО, то есть, понятно, когда разрезали, то есть, все, ты видишь, и они говорят, вы находитесь, то есть, там-то, там-то, вот, Харьковское СИЗО, то есть, изолятор, как бы, это, вы военнопленные официально сейчас. Далее про лагерь. В общем, он рассказывает, как их перевозили, потом отправили в лагерь уже во Львовской области. Лагерь на 300 человек, но сидят 150, то есть, о скученности, о переполненности речи не идет. Это, опять-таки, к слову о том, ну, тут к двум словам, да, первое, о том, что там реально на 300 человек сидят 150, это лучше, чем на 300 человек сидят 800, второе, это мое же высказывание о том, что у Киева намного меньше военнопленных, чем у Москвы, намного меньше, поэтому мне будет интересно посмотреть на обмен всех на всех. Многих держали в СИЗО, потому что там лагерь-то сам по себе, он, как бы, небольшой, он там рассчитан на 300 человек, вот, всего лишь. То есть, у вас там было 300 человек? Не, у нас меньше было, там, 150, наверное, вот так вот. Далее рассказывают о том, как они, там, как протекал быт, что сами себе готовили и что рацион был скудный, то есть, есть разница в рационах на СИЗО и в лагере. Рассказывают о том, что рацион был крайне скудный, хотя кормили три раза в день, картошка была какая-то не очень. Там, получается, как бы сами себе готовили, но там по сравнению с этими изоляторами, понятно, то есть, тут кормили вообще, ну, если там взять и здесь, разница большая, в планирационном. Тут одна картошка была, и вот такой там кусочек, какой-нибудь рыбки там положат, то есть, вот. Тем не менее, или много времени прошло с момента освобождения и так далее, ну, изможденным, слава богу, человек не выглядит. И все, одна картошка. Ну, картошка, понятно, там, прошлогодняя, там, какая-то полугнилая, то есть, все, то есть, вот. Ну, три раза. Далее о наказаниях. За что-то там следовало наказание, приседание или отжимание. Также заставляли выучить украинские гимны песни Софии Ротару. Если кто-то там что-то, ну, режим нарушает, какие-то, ну, проступки там совершаются, постоянно приседание там или отжимание, вот это было, то есть, такое. Ну, и выучили гимн их наизусть. А, забыл, забыл. Еще про Бандеру песню. Но София Ротару, это, честно говоря, ну, я бы не выдержал. То есть, про Бандеру песню наизусть выучили. А, самое, что понравилось, это София Ротару. Вот песню выучили. Я говорю, а что прям так вот, ну, это же, типа, наша она, поэтому учите ее. Далее вообще просто начинается настоящая феерия. Именно в это я и не верил. Я не верил, что это могло выйти на телеканале. Ну, как, смотрите, я смотрю федеральные телеканалы Российской Федерации. И там я вижу с утра до вечера пиар, допустим, Зеленского и Зеленской. Я это вижу постоянно. Вот Зеленский приехал туда, Зеленская то. Подоляк сказал то-то, то-то. А вот Данилов сказал это. Ну, это выглядит очень странно, то, что они делают. Но, по всей видимости, старые пердуны, которые им заведуют, они знают, что они делают. Но здесь, просто, я хочу, чтобы это было распространено максимально. Он рассказывает, что к ним приезжала масса западных журналистов. Даже из Австралии приезжали журналисты спросить, как они сидят. Все ли у них хорошо. И они реально интересовались, как питание, как условия содержания и все такое. Допускаются туда западные журналисты. То есть, что там... Ну, просто вот интересовались, как вас содержат, то есть, там все такое, то есть, как питание, то есть... Далее, что удивило нашего героя, что все СИЗО, я так понимаю, лагерь тоже, все в камерах. Ибо западные какие-то организации понатыкали, как он говорит, там камер. Камеры нужны для того, чтобы следить за соблюдением, в частности, прав заключенных. Прямая речь. Там все в камерах, там иностранцы, там все понатыкали, там же все... Тут европейцы, то есть, у них там конвенция, это Женецкая работает. То есть, как бы, они нам не зачитывали, там и наши права, там и все вот это вот полностью. Ну, я понимаю, почему они потом удалили это интервью. Почему они его сделали, а почему бы нет. Но человек рассказывает правильные вещи. Но то, насколько это идет в разрез. Со многими другими рассказами, ну, это просто вызывает шок, да? Нет шока ни у кого. И приезжали, говорю, у них даже все это отслеживается в режиме онлайн. Они смотрят. Ну, это со слов. Вот этих корреспондентов, говорит, мы можем, то есть, отследить, что с вами там, как бы... Потому что... Камеры установлены для того, чтобы следить, чтобы не было нарушений прав человека. Смотрите, я думаю, что такое, ну, мягко говоря, не везде, понятно. В СБУшных подвалах никаких камер, конечно, нет. Ну, есть камеры, но они принадлежат СБУшникам. Те, наверное, потом анонируют на то, что они там делают. Ну, может, ну, маньяки. Вот. Но то, что рассказывает этот человек, это потрясающе. Кто, откуда, то есть, где специально все сделано для того, чтобы смотреть. Чтоб не было вот ничего, то есть, там... Далее, про постельное, про простыни, наволочки, тапочки, которые им выдали. Ну, и также всякие принадлежности для личной гигиены. Ну, там вещей-то, в принципе, нету. Просто постельное берешь, там, простынь, полотенце, наволочку, тапочки, которые выдали. Зубную щетку, пасту, то есть, выходишь все. И уже отводят, то есть, сдаешь эту форму, то есть, которую выдали, тюремную. Вот. И тебе выдают свою. Ну, и после того, как их обменяли, после того, как они сдали тапочки, и зубные щетки, и пасты, которые им выдали, наволочки, а он отправляется в Российскую Федерацию и почти в центре Москвы сидит в воинской части. Почти три недели его допрашивают постоянно. Почти три недели вот там просидели в Москве, воинская часть, вот. Почти там в центре базируется. Там отдельно казарма, то есть, как бы, так же это. Ну, там в основном допросы, допросы, то есть, никуда не выходили, то есть, нельзя было. Ну, и дальше, собственно, они гуляют среди березок, обнимаются, целуются. Слава Богу. Да, наш дом. Как мы говорим, Миша, ты родился в рубашке. Просто вот так вот. Друзья мои, смотрите, можно много комментировать вот это вот видео. То, как я его нашел, это вообще уникальная ситуация. Я же говорю, можно отследить историю в Твиттере, где я задал вопрос, а где его найти. Перешел туда, его уже там нет и все такое. Меня люди спрашивают, дайте нам ссылку. Я говорю, увидите в моем видео. Смотрите, почему его удалили, я понимаю, допустим, прекрасно. На 100%. Но нельзя никогда идеализировать ту или иную ситуацию, однозначно. Нельзя никогда демонизировать ту или иную ситуацию, потому что всегда есть нюансы. Но то, что рассказал этот человек, допустим, некоторых нюансов я точно не знал. Я думаю, вам тоже было достаточно интересно. Пока. Всем привет. Запорожье на связи. На этой неделе наши волонтеры закупили, собрали и развезли более 80 пакетов гуманитарной помощи. 15 жителям отдаленного поселка, оторванного от инфраструктуры, мы передали консервы, крупы, макароны. Ну, пожалуйста, Бог, послава. Спасибо большое. Семьи одиноким пенсионерам наш волонтер доставил продовольственные пакеты уже в темноте. Ведь город живет в режиме экономии электроэнергии и отсутствия уличного освещения. Еще семь семей пенсионеров одного ОСББ получили гуманитарную помощь. Даже не знаю, что сказать. Какое огромное. Большое спасибо вам, что вы все-таки нас, стариков, не забываете. В двух районах города продовольственные пакеты получили семьи переселенцев и, как всегда, многодетные семьи. Спасибо вам большое за вашу работу. Чистого неба. Всего вам доброго. Спасибо вам большое. Мы о вас заботимся. Остаемся на связи.